667 сертификатов на общую сумму более 3 миллионов рублей. Такой большой подарок многодетным семьям Верхней и Нижней Салды в канун Нового года приготовила корпорация ВСМПО «Ависма» совместно с фондом «Эмпатия». Стоимость одного сертификата – 5000 рублей. И потратить их родители смогут на свое усмотрение, приобретая одежду, канцелярские товары или развивающие игры. Акция адресована многодетным семьям с детьми в возрасте от 7 до 17 лет, при условии, что доход на каждого члена семьи выходит ниже прожиточного минимума. Мы понимаем, что поднять, воспитать ребенка крайне сложно. И для этого требуется много душевных физических сил. Поэтому корпорация совместно с фондом оказывает эту поддержку в виде полезного подарка, что позволит семьям порадовать детишек к Новому году, чтобы дети росли веселые, успешные и помогали своим родителям. Нескольким семьям сертификаты были торжественно вручены 24 ноября в администрации Верхнесалдинского городского округа. К приглашенным обратился глава города Константин Носков. Знаю, что одним из серьезных вопросов, который стоит на повестке семей – это финансовая составляющая. И хорошо, что фонд «Эмпатия», корпорация ВСМПО и ВИСМА при поддержке администрации города обратили на это внимание и сегодня оказывают поддержку в виде сертификатов на получение подарков. На церемонию вручения сертификатов многодетным семьям был приглашен предприниматель Сергей Бердников. Партнер акции – полезный подарок. И сам многодетный папа Сергей Григорьевич максимально увеличил ассортимент товара в своем торговом центре и сделал все возможное, чтобы каждый из маленьких обладателей сертификата выбрал подарок по душе. Перед нами была поставлена задача обеспечить этих малоимущих детей всем необходимым. Я надеюсь, что мы справимся с этим. Конечно, для этого нам пришлось дополнительно произвести закупки прежде всего верхней зимней одежды и обуви, поскольку эта категория товаров наиболее востребована среди вот этих семей. Ну и, конечно, все остальные позиции тоже были, закупки тоже были увеличены. Я хотел бы сразу выразить огромную благодарность, признательность руководству СМПО, руководству благотворительного фонда «Эмпатия». 25 ноября сертификаты вручили многодетным семьям Нижней Салды. В церемонии вручения принял участие глава города Андрей Матвеев, выразив свою признательность в адрес благотворителей. Я рад, что фонд «Эмпатия» пришел в Нижнюю Салду совместно с корпорацией. Администрация всегда готова принимать участие в таких благих мероприятиях. И я уверен, что врученные сертификаты эти средства пойдут на благое дело, на воспитание детей, их обеспечение. Поэтому мы выражаем благодарность фонду и его руководителю. Большинство родителей уже определились, на что потратят подарочный сертификат. Детки будут очень рады. Мы им уже рассказали об этом сюрпризе, об этом подарке. Они, конечно, рассчитывают перед Новым годом получить игрушки новые и больше ничего для счастья, для радости не надо. Нам, конечно, это помощь перед Новым годом. Детям подарки, праздник, Новый год. Поэтому мы очень рады такой помощи, такому подарку. Как раз сейчас нам нужно приобретать школьные принадлежности для своего ребенка среднего, который идет на будущий год в школу. И курточку, штаны, зимние вещи, которые сейчас прям очень актуальны. Поддержка хорошая, замечательная, потому что это реальные деньги, которые ты можешь пойти и реально купить то, что тебе нужно. Нужно сейчас твоим детям. Большое спасибо фонду «Эмпатия» и корпорации ВСМПО «Висма». Многие родители решили порадовать детей, не дожидаясь новогодних праздников. Многодетная мама Светлана Белова со старшим сыном Владиславом сразу после получения сертификата поспешили в большой магазин детских товаров. Подарки выбирали в том числе и для младших, чтобы без обид. Хотела бы для младшей дочки комбинезон приобрести, такой зимний, потеплее. У нас немного это такой холодноватый. А на остальные попросили лего оба. Одному поменьше, а другому побольше, большой. Дети мечтают о самых разных подарках. И многодетные родители двух городов искренне благодарят ВСМПО «Эмпатия» и эмпатию за то, что воплотить мечты в реальность в этом году стало намного легче. Продолжение следует...